Гайз, последний раз я пользовался уже удовлем где-то лет пятнадцать назад. В говно не наступить. Оно просто... Вообще, оно просто шедеврально. Посмотрите, как это выглядит, реально. Сейчас такая будет вкусная вода, ебанёк. Обожаю. Пушка, да, а не вода? Да. Хотя этим просто грядки поливают, ну хуй с ним. К слову, о том, на чём двигаются в деревне, да? А ещё и номер, нихрена. Это, наверное, его гуси понял. Круто, да? А я вчера с лодки в воду ебнулся. Втроём плывём. Кто навёз лодку? Саня вылез. Саня, по-моему, был или... Мы уже к берегу подошли. Мы уже, короче, вот берег, вот уже всё. Саня выходит, короче, я сижу ещё спиннинг закручиваю. Тёма, с полторушкой пива, хуй встаёт лодки в резинку. Так вот так, но. Начинает идти, закидывает, как лимонку, полторашку на берег, понял? И просто ни с того ни с всего на ход, таким прыжком, блядь. Просто около берега, ебанёк. Я не знаю, что в чём, что он появился. Лодка отплыла. О, блядь. Со мной. Да-да-да, он по инерции лодку оттолкнул, получается, а он назад и просто вот так. Там глубины просто пощикало. В этой жиже лежи, блядь. Нет, а Дэк сидит, говорит, а я сидю, лодки откручиваю. Я говорю, что куда-то поплыл, Тёма говорит, так я, блядь, хули, теперь встал мокрый, пошёл как бурлак, блядь, за мной. У каждого пацана, я думаю, есть история, ну не у каждой девчонки, правда, но у каждого пацана точно есть история, как они пилили крышу запорожцу, ездили на них в десятером. Вася вчера нас сильно размотал шуткой про то, что у них Кент собирал ЗАЗик всё лето. Ну прям собирал его, что-то там лет по 16, наверное, или сколько было. Собирал, красивый, прямо собрал, классный. Они начали это дело отмечать и расхуярили его на Покровской горе, где трасса для мотокросса. И в этот же вечер сожгли его. И, скорее всего, почти у всех есть такая история, потому что у меня тоже такая есть, знаешь, мы заводили его с толкача где-то пару часов, а потом обнаружили, что там просто свечные провода, воткнуты без свечей и прикольная была треть. Артём, посмотри, беспрецедентный случай, Андрей рукавичку надел. Одну, правда, блядь, она у него со школы осталась, скорее всего. Посмотри, типичная курагинская рукавичка, блядь, Андрей. Это тебе выдава, смотри, какая, блядь, там какой-то узор у него, блядь. Ну, нормально. Ты готовился, типа, получается? Сколько ты его разгонял? Стрелку ложил, да? 160? Когда забирал, знаешь, весело было, пиздец. Он стоял, считай там... Ну, так скорее всего, спидометр пиздит, либо я знаю, кто пиздит. Сука! Данил, ты говоришь, тут есть своя штатная советская вебаста? Да, печка на бензине. Да, и, кстати, вот ебенит она, вот кто там думает, что там она не ебенит, она ебенит. Две минуты, и там как будто костер разожгли. На нем надо ездить либо летом, когда она не работает, либо в минус 40, нахуй, когда она работает. Иначе просто либо жарко, либо холодно. Да, братан, я просто перегонял его, когда все моменты были, там, с ремонтами, туда-сюда, ассистинской сервиса с нашего перегонял, на МРЧК. А расстояние... Ваш же сервис опять? В наш же сервис, да. Ну-ну. А расстояние километров 20. Вот пока я ехал эти 20 километров, и что-то было, ну, тепло. Ну, и холодно так, прохладно, короче. Было... Эти, знаешь, межклиматные минзуани происходили. Прохладно было, короче. Надо было ехать с печкой. И пока я доехал, короче, оттуда-туда, за эти 20 километров, и потом, что у меня, конечно, нога правая, куда печка дует, она у меня сохлась, нахуй, с 43-го до 40-го. У меня, блядь, у меня кроссовок стал, этот, нахуй, болтаться в ней, понимаешь? Потом вышел, расходил и нормально. Братан, тебе... Я поем. Это мне весло. Ты с какой-то торопишься? Я буду... Какого хрена? Таня! Пока. Будь хорошей мамой. Пацый, а, пацый? Может, червей все-таки стоило накопать? Ну, вылазь, копай, ну. Делаем пробный заброс, чтобы определить, есть ли здесь в толще воды ебучие водоросля. Мы натягиваем веску, не даем ей опуститься до дна и уже летит баклан. То есть, если на данном водоеме присутствуют бакланы, значит и рыба здесь тоже есть. Просто вы, косорукие дебилы, не умеете ее ловить. Вот, допустим, сейчас мне кажется, что я тащу охуенно огромную водорослину. Она как минимум размером с мою голову сорвалась. Короче, нам сказали, чтобы мы за рыбы не возвращались. В этой луже рыбы нет. А кто говорит? Директор стадиона. Чтобы вы понимали, Абакан провицает город. Ты тут до сих пор смотришь. Я лошадь. Буквально позавчера пересматривал сбивные моменты. Пересматривал. Где тут еще? Горочевский там говорит. Сам снимается. Смотри, сейчас будет на видос самый длинный заброс. Коман, коман, ел. Ну-ка, давай, жахни. Ну, нет. Ну, ладно, нормально все равно. Мы решили, что если уж рыба не пошла, то хоть пусть привах пойдет. Просто решили поддаться ситуации и забить хуйца. Возвращаться нам домой без рыбы нельзя. Хотя с другой стороны мы можем Танюхе показать резиновую рыбку. Что, поймали издалека ее? Да-да, вот-вот. Сюда это не синонная боевая стена. Да-да, маленькая. Завтра мне на работу. Пожалуйста, не до 7 утра. В смысле, у тебя двери автоматически открываются? Че, серьезно? Да. Да ты пиздец, понятно, Мажи Кабаканский, блядь. Рангс просто прикрытие хуже. Все, понятно. Когда Тьома достает запаску, это означает одно. Что мы будем валить? Четверо. Ну смотри, ты сколько вешаешь? Я 92. Ты 55. Он просто выложил. Это 140 и я 100. Ну 240. Он выложил запаску, запаски вешает, как я. Просто, понимаешь, я не ешь, как ты в рот за кофе. Ооо, ну короче, пиздай тебе. Топ-контент пошел, пацаны. Нет, это кореш мой, я с ним говорю. Мы можем мне включать прожектор? А ты мой кореш? Да. Пошел нахуй тогда. Ну я просто никогда так никогда не пацанал. Тема, ты мой кореш? Да? Нахуй иди. Пошел ты в жопу. Просто, просто 150 уже, блядь. Царь это лишит все. Знаешь, Тема, знаешь, что я только что понял? Че? Нахуя такие ручки крепкие в машинах сверху. С внешнего вида абсолютно столько иран, в которых через 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Ебанет сотку за 5. Смотри, если посадить Магерю и научить его ездить, раздеть его до гола, чтобы он покакал, да, то где-то 4,9, мне кажется, может, надо поехать. Да я сам не тяжелый, я 85 уже. Ну, а Саня 55. Э! Хуеплеты! Если там что-то кому-то орешь, то подойди и поближе скажи нам. Э! Хуеплеты! Ты туда подальше отойди, ты сильный орешь.